Незаконное задержание, выбивание показаний. В последнее время о случаях, когда те, кто должны охранять закон, сами его нарушают, в Саратове говорят все чаще. В нехорошие истории с полицией попадают и депутаты, и простые горожане. Сначала начали душить то, что я потерял сознание. Потом мне выкручивали руки до такой степени, что они у меня были на шее с этой стороны. У меня вот губы были разбиты. Потом из уха кровь текла. Саратовец Вадим Родионов уже несколько месяцев пытается наказать своих обидчиков в форме. Он утверждает, его избили сотрудники ГАИ. Автоинспекторы без экспертизы решили, что он пьяным ехал за рулем. У молодого человека повреждено ухо и сотрясение мозга. Когда засунули в машину его, я заглянул в машину, он ему бьет левой рукой в ухо, в область виска куда-то. Пострадал от полицейских и пенсионер Александр Сукманов. По словам мужчины, в отношении его семьи было совершено несколько преступлений. И ни одно не расследовано до конца. Сукманов решил бороться с произволом в погонах собственным методом. Он регулярно пикетирует здания правоохранительных ведомств. Это вот символ саратовской милиции, саранча. Все живое уничтожает для собственного прокорма. Нам, жертвам преступлений, потерпевшим, не помогает ничем. О том, что не все благополучно, не скрывает и министр МВД. Недавно Рашид Нургалиев приезжал в Саратов с проверкой. Во время общения с областными полицейскими он не скупился на критику. В отдельных случаях формализм. И это все с первых шагов формировано представление о том, кто здесь работает. Нанес Савчуку один удар ладони в голову. Уголовное дело об избиении инкассаторов – самый наглядный пример беззакония, которое творится в полиции. Пятеро сотрудников тогда еще милиции выбивали из работников Почты России признательные показания. Они подозревали их в краже нескольких миллионов рублей. После допроса инкассаторы оказались на больничной койке. Били током, надевали противогаз с затемненными стеклами, били палками. За пытки правоохранители ответили перед законом. Суд вынес им обвинительный приговор. За решеткой преступникам в погонах придется провести почти 18 лет на пятерых. Елена Гришин, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.